Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Федеральная поддержка. Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и глава Чувашии Олег Николаев обсудили реализацию комплексной программы развития республики. Учебная тревога. В столичных школах проверяют готовность к чрезвычайным ситуациям. Экспертная площадка. В Чебоксарах проходит открытый лекторий «Культура 2.0». В Чувашии с официальным визитом побывал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Он посетил два предприятия и встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым. Стороны обсудили реализацию комплексной программы социально-экономического развития региона. Михаил Мишустин поддержал идею создания территории опережающего развития в Новочебоксарске. 18 потенциальных резидентов готовы открыть 21 новое производство. А это инвестиции и новые рабочие места. Кроме этого, в рамках комплексной программы социально-экономического развития региона заработают новые ипотечные программы. В настоящий момент нами реализована дополнительная поддержка людей, которые живут и работают в сельской местности. То есть по программе «Сельская ипотека» мы предусмотрели дополнительное снижение процентной ставки к 3% федеральных до 0,1%. То есть если это речь идет о многодетных семьях, которые проживают в сельской местности. Обсудили и возможность приобретения для республики сразу двух катеров «Валда» и по специальной программе с использованием субсидий из федерального бюджета. Это позволит расширить список доступных маршрутов и привлечь туристов в Мариинский посад, Козловку, другие территории Чувашии. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. Рабочая группа оперативного штаба проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в школах республики. Сегодня они побывали в «АллатРе». Инспекции подверглись школа номер 3 и гимназия номер 6. И если в последней нарушении не нашли, то в школе номер 3 многое придется исправлять. Не всем ученикам успевают мерить температуру при входе. В здании отсутствует специально оборудованный изолятор. Не соблюдается 12-дневное меню, одобренное Роспотребнадзором. Для мытья посуды используют другое средство. Есть вопросы по стоимости питания. Все это напрямую влияет на здоровье и комфортное пребывание школьников в учебном заведении. Рабочая группа определила время для устранения недостатков в работе персонала. Более подробно в программе «Республика. Завтра». В этом году в Чебоксарах капитально отремонтируют 14 детских садов. Все они были построены в 60-е и 70-е годы. Из-за ограничительных мер работы были начаты гораздо позже. Как сейчас обстоят дела на объектах, проверил глава администрации Алексей Латоков. В пандемию внесла серьезные коррективы. Столичные власти думали даже перенести капитальный ремонт на следующий год. Но все же решили, что дело не терпит отлагательств. Первый объект в маршруте – детсад на улице Энергетиков. Ровно с момента открытия, а это 1973 год, здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас проходит капитальный ремонт, можно сказать, всего детского сада. Отделка всех помещений, замена линолеума, полностью ремонт пищеблока, туалетных помещений, групповых помещений, фасада здания. Претензий к подрядчику у нас нет. Ребята работают качественно, каждый день выходят. На объекте порядка 60 человек присутствует. Из-за несоответствия проектно-сметной документации, реальному положению дела ремонт продлили еще на месяц. Решили заменить радиаторы отопления. Их начнут останавливать уже на следующей неделе. Дети пока ходят в другие садики. Есть вопросы? Взаимодействие налажено? Взаимодействие наше? Надеемся, что не подведете. Через месяц, 30 октября, должно завершить ремонт и в двух корпусах детского сада на проспекте Ленина. Но даже на первый взгляд видно, работы здесь не початый край. Сейчас здесь уже заменили кровлю, окна, инженерные сети, начались отделочные работы. Также в плане ремонта вентиляции, входных групп и обустройства пандусов. Необходим материал, я так понял. Закупленные, заказанные. Закупленные, проплаченные, сбоев не будет. Тогда рассчитываем на конец октября. Так? Да. Отставание есть и во втором корпусе. Здесь в основном из-за нехватки рабочих. Ругаемся, ходим. Отстаете от графика? Что мы делаем? Сейчас. Что-нибудь. По требованию специалистов необходимо заменить пожарную лестницу. По новым нормативам ее ширина должна быть 80 сантиметров. Но на это необходимо полмиллиона рублей. Мы видим и вводим в эксплуатацию новые детские сады. Видим, как строятся новые детские сады. Понятно, что родители переживают с детьми за детские сады прошлого столетия. И сегодня огромные средства выделяются на ремонт именно старых детских садов, имеющих износ более 50%. Всего в 2020 году на ремонт детских садов в Чебоксарах выделено 240 миллионов рублей. Все 14 дошкольных учреждений должны быть готовы к эксплуатации 1 ноября. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. В Республике продолжается уборка кукурузы. Это одна из самых поздно созревающих культур. В этом году в Чуваше ее высадили на 11 тысячах гектаров. Эта капризная культура требует особого подхода и пристального внимания. Для того, чтобы получить хороший урожай, нужны соответствующие погодные условия – тепло и влажная почва. В этом году дождей явно не хватило. Сергей Ванюшкин из Чебоксарского района не первый год выращивает кукурузу. В этом году ее урожайность будет меньше. Думаю, кукурузу убирают пока на силос. Но по сравнению с прошлым годом, пока по созреванию идет, чуть с опозданием идет. Но у нас есть переживаем. Думаем, что даже может и не созреет. Поэтому пока вот наблюдаем, ждем погоды. В Урнарском районе тоже есть площади, отданные под кукурузу. Здесь хорошо прижились некоторые сорта. Початки уже достигли зрелости. Кукурузу можно убирать до самых холодов. В основном она идет на корм скоту. Но в последнее время ее оставляют и на зерно. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня Международный день пожилых людей. Для многих он прошел весьма активно. В парке Амазония состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе. Этот вид спорта весьма популярен в сообществе пенсионеров. При скандинавской ходьбе у человека задействуется 90% мышц. А калорий сгорает больше, чем при езде на велосипеде. В начале занятий обязательная разминка, чтобы подготовить организм к предстоящим нагрузкам. У меня раньше дыхание было. Сейчас я хорошо дышу, нормально. Коленки болели. Сейчас тоже коленки не чувствую, что болят. Полчаса от такой прогулки – прекрасная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Но, как у любого вида спорта, у скандинавской ходьбы существуют и противопоказания. Перед началом тренировок лучше проконсультироваться с врачом. Специалисты внимательно следят за техникой упражнений. Слова 5 градусов. Опусти. Ни в коем случае не подмачивай. Локти не сгибайте. Локоть должен быть мягкий, но рука прямая. Правильно выстроенная программа занятий важна, но без качественного инвентаря получить пользу невозможно. Подобрать его правильно – целая наука. Рост умножается на 0,65 коэффициент и подбирается. Палки можно купить, лишь бы они были легкими. И больше ничего. И был бы лишь бы темлячок, полуперчатка. И все. Скандинавская ходьба – это вид активного отдыха не только для людей старшего возраста. На улицах города все чаще можно встретить и молодых любителей такого спорта. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Сохранить молодость, несмотря на годы в паспорте, это возможно. Особенно, если работаешь с молодежью. Так считает Сергей Харьков, тренер по футболу. Кира Кондратьева любит футбол. Любовь к кожаному мячу привил ей папа. А благодаря тренеру она открыла для себя этот вид спорта совершенно с другой стороны. Это не просто игра. Это жизнь, где каждый играет свою роль. Твоя задача – забить гол, то есть принести команде победу. И вот когда ты уже бежишь к воротам, надо такое волнение, лишь бы не промазать. И вот когда ты забиваешь гол, у тебя просто такой адреналин стоит. Поэтому нравится играть в футбол не только из-за того, что с командой езжу по разным городам, пробую что-то новое. Это у меня Сергей Николаевич вообще удивительный человек, потому что благодаря ему я больше захотела играть в футбол. Тренер этой дружной команды Сергей Харьков. Ему 61. Но возраст спорту не помеха. С таким-то зарядом энергии. Подачи друг от друга. Все началось в 2004 году. Тогда Сергей Харьков впервые приехал в Чебоксары. И остался. Я очень полюбил Чувашию. Здесь спортивные жители, которые всегда стремятся осуществить задуманные. Было направление взять спортивные игры. Не только акцентировать внимание на каком-то одном виде, а несколько видов. Фолейбол, баскетбол, футбол. Веселые старты. И у нас получилось. Потом была идея такая, что собрать одну единственную сильную команду микрорайона. Основа всех основ – кожаный мяч. Это выступление дворовых команд. Тогда, объединившись с городской командой «Энергия», они заняли первое место в республике. Сегодня под его чутким руководством занимаются две сотни юных спортсменов. Футбол, баскетбол, дартс, шахматы, тяжелая атлетика. Ребята сами просят тренера организовать очередные веселые старты. Важно, считая тренер, тренировать боевой дух, закаливать характер. И, конечно, любить родину. Самая главная мечта – вот эти ребята, которые занимаются у меня, пускай они не будут мастерами, но чтобы они любили свое отечество, свою родину и занимались спортом. Шпорт помогает во всем. А еще тренер мечтает, что стадион 62-й школы, который давно уже не видел ремонта, все же реконструирует. Поле, на котором занимаются будущие чемпионы, должно выглядеть по-другому. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошейн, Республика. Два дня в Чебоксарах работает открытый лекторий под названием «Культура 2.0». Основы проекта были заложены еще на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума. Речь идет о внедрении в индустрию просвещения, образования, досуга, новейших технологий. В роли экспертов работники библиотек, музеев, педагоги, художники. Вот большой Петергофский каскад. Он украшен скульптурами. Все они позолочены, непростые. Это небожители. Кто они? Древние мифы – это величайший плац культурного наследия. Но просто читать об этом не всегда интересно, тем более детям. Как заинтересовать поколения Next-историей с живописью, заставить пойти их в музеи и библиотеки? Эту непростую задачу поставили перед собой организаторы открытого лектория с символичным названием «Культура 2.0». Я прекрасно знаю, насколько талантлива наша молодежь, насколько талантливы наши дети и подростки. И основная задача – это привлечь молодое поколение в наши музеи, в наши художественные галереи, в наши библиотеки. Использовать их потенциал, их талант для того, чтобы культуру Чувашии вывести на новый уровень. В числе экспертов – специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы. Идея проекта родилась на полях традиционного питерского культурного форума. Виртуальную жизнь в интернете, увлечение компьютерными технологиями взрослые сделали стартовой площадкой для овладения новыми знаниями. Мы с детьми создаем анимационные фильмы, посвященные истории Петергофа. Мультимузей завязан на использование телефонов, на использование микрофонов, на использование компьютеров. Но это не средство развлечения. Мы их используем в образовательных целях. Телефон как способ создания анимационного мультфильма. Это дополнительно привлекает детей? Важная тема для дискуссий – современные музеи. Их отличительной чертой уже давно стала интерактивность. Сегодня посетители становятся активными участниками исторических реконструкций, виртуальными соучастниками памятных событий. Большую роль во всем этом играют цифровые технологии. Ну как тут не увлечься? Специалисты музейного дела с удовольствием рассказали о своих практиках. У художников и иллюстраторов свои темы для обсуждений. Одна из самых интересных – возрождение комиксов. Этот формат, объединяющий тексты и небольшие по размеру иллюстрации, сейчас на волне популярности. Алексей Копнинский уже более 40 лет занимается графическими рисунками и считает, что художник должен обладать… Отзывчивостью, внимательностью и ранимостью. Вот как ни странно, ранимость, то есть сочувствие к окружающему миру, сочувствие к близким, переживание о себе, не спание по ночам, задавание самому себе вопросу, что же я сделал такого плохого, что мне ничего не получается и в жизни не удается. Вот этим тоже должен. Лектория дает участникам уникальную возможность познакомиться с интересными людьми, знатоками своего дела, поговорить с ними. Кроме этого, на официальном сайте «Культура 2.0» идут прямые трансляции. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня учеников 45-й Чебоксарской школы эвакуировали во время четвертого урока. Пожарная тревога была учебной и запланированной. Готовность к чрезвычайным ситуациям сейчас проверяют во всех столичных школах. По легенде, в кабинете технологии произошло короткое замыкание. Неисправно оказалась одна из швейных машин. Начался пожар. Сработала пожарная сигнализация. Учеников вывели через ближайшие эвакуационные выходы. Их в школе пять. Во время учебной эвакуации внимательно следят за временем. По нормативу вывезти всех из здания и сотрудников, и школьников, а их здесь 950 человек, необходимо за три минуты. В 45-й школе уложились за две. То есть сегодняшняя тренировка прошла довольно на хорошем ориентированном уровне. Весь персонал школы со своими задачами справился. Ну а в общем и целом нареканий у меня нет. Подездные пути свободны к учебному заведению. Водоисточники мы тоже проверили. Тут вопросов нет. Все хорошо, все функционирует. Вот эти моменты являются первостепенными. Это проверка готовности персонала, оперативности пожарных и исправности систем оповещения. К слову, их в чебоксарских школах планово меняют на новые. Пожарная сигнализация является одним из важнейших элементов безопасности образовательных организаций. Управлением образованием организована работа по замене системы АПС. Тех, которые уже испытательный свой срок истек. Благодаря поддержке администрации города за последние три года было выделено свыше 17 миллионов рублей для замены АПС в 25 школах. Организованность действий в чрезвычайных ситуациях сейчас проверяют во всех столичных школах. Подобные тренировки проходят каждый квартал. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн. Республика. Чувашский дуб занял второе место во всероссийском конкурсе. Напомним, в онлайн-голосовании за российское дерево года 2020 старейший на лесов из Маргаушского района набрал 25 720 голосов. Всего на почетное звание претендовали памятники живой природы из 12 субъектов страны. Из Брянской, Белгородской, Псковской, Липецкой, Кемеровской, Тамбовской и Тверской областей. Из республик Чувашия, Дагестан, Карелия, Мордовия и Мариел. 24-метровый черешчатый дуб – памятник живой природы всероссийского значения. И он находится под особой охраной. Растет долгожитель в Маргаушском районе. Его возраст специалисты отсчитывают с 1651 года. В обхвате дуб почти 6 метров. В 2013 году приехали специалисты из Москвы в Центр древесных экспертиз. И мы с ними исследовали этот дуб. Буравчиком керна пробурили со специалистами в Центр дерева. И после соответствующей обработки в Москве выяснилось, что этому дубу 362 года. Это 2013 год. А сейчас этому дубу, великану, 369 лет. Теперь старейший на Чувашских дубов известен всей стране. Благодаря тем, кто активно поддержал своим голосованием живой памятник. Он набрал 25 720 голосов. Каждый участник конкурса внесен в реестр старовозрастных деревьев. И имеет всероссийский статус «Дерево-памятник живой природы». Чтобы стать победителем нашему великану не хватило 13 тысяч голосов. Именно столько он уступил древнему платану из республики Дагестан. Возраст которого 283 года. На третьем месте дуб партизан Брянской области. Дерево-победитель представит страну в международном конкурсе в 2021 году. Россия участвует в нем четвертый раз. Наталья Майчикова, Республика. Уже и не новость. В столице Чувашии с завидной регулярностью стали появляться дикие животные. Лохреевский лес давно уже стал благоустроенным парком. Но лесной массив все же сохранился. Это, вероятно, и привлекло стадо кабанов. Выходит к людям не только они. Социальные сети пестрят сообщениями о встрече с лосями, лисами, косулями. Находиться в городе для диких животных небезопасно. Да и сами жители не знают, как вести себя при встрече с ними. Вот что говорят специалисты. Не убегать, как только вы его увидели. Потом аккуратно двигаться назад, не поворачиваясь к животному пеной. И показывать, что вы не опасны. И не собираетесь на кабана нападать. Без резких движений нужно будет уходить. Если нужно уйти, то это стоит делать медленно. И не смотреть на двери в упор. В то же время надо держать, как в поле зрения животное. Не нужно пытаться подойти к двери поближе. Вот основные моменты, которые нужно обратить внимание при встрече с кабаном. Случаи выхода кабана на черту города – это единичные случаи. Выход кабанов на территорию рощи, на территорию Лакреевского леса связан с наличием желудет. Это главные новости четверга. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова